Христос воскресе православное, и вот 27 мая мы по традиции встречаемся с вами на площадке русской конописной школы, чтобы поговорить о святцах русской православной церкви. И сегодня церковь празднует память мученика Исидора, блаженного Исидора Твердислава Христа Ради Юродиова, ростовского чудотворца, мученика Максима, преподобного Серапиона Синдонита, о нем мы и поговорим сегодня, преподобного Никиты Затворника Печерского, епископа Новгородского, святителя Леонтия Патриарха Иерусалимского, священноучника Петра Пресвитера, Теребенской, Ярославской или еще Печерской, как ее называют, икон Божией Матери. И давайте поговорим о преподобном Серапионе Синдоните. Он жил в V веке в Египте, а свое прозвище получил, потому что ходил постоянно в таком грубом льняном мешке, который назывался Синдон. То есть это такая очень грубая одежда и очень такая аскетичная. Он не имел пристанища и бывало целыми днями не ел, потому что не имел денег для того, чтобы приобрести пищу. И один греческий философ, желая проверить нестяжательность Синдонита, что, дескать, ты такой добродетельный просто потому, что у тебя нет ничего. Вот тебе золотая монета и вот смотри, как ты утратишь душевный мир. На что святой поступил очень так прямолинейно и так по-детски. Он пошел к булочнику, указал на булку, сказал, продай мне ее. Это за сколько? Ну вот за это. И вообще не интересуясь стоимостью монеты, сколько булок на нее можно было купить, он обменял одну золотую монету на одну булку, посчитал, что он заключил хорошую сделку и, собственно, удалился, не придавая никакого значения, повторюсь, стоимости монеты. Также он продавал себя в рабство, по одной версии жития некоему греческому актеру, а по другой некоему старости вселения, который был вообще манихеем. И вот находясь в рабстве, он своим примером и кротким словом, потому что он был совершенно не книжный человек, он обратил своего хозяина ко Христу, тут уже предлагал ему остаться в качестве друга и члена семьи, но преподобный ушел и решил, что надо бы ему посетить Рим. Он отправился на корабль, поднялся на борт и дождался отплытия, а моряки, соответственно, не подумали пересчитать пассажиров, потому что поднимается человек вообще в одной рубахе, ну, разумеется, он какой-нибудь сопровождающий или, может быть, слуга, ну, там мало ли что еще. И вдруг понимают, что они везут бесплатно некоего пассажира. И преподобный им и говорит, ну, если вы хотите, чтобы восторжествовала справедливость, ну, верните меня и высадите там, где вы меня взяли. На что ему сказали, ну, конечно, рейс никто из-за тебя останавливать не будет, но мы тебя не будем тогда кормить. И пять дней они его не кормили, и потом уже совесть у моряков проснулась, ну, в конце концов, ну, вот давайте мы уморим человека голодом, и вот видно же, что это не человек, который хочет бесплатно, вот знаете ли, пролезть, а, ну, действительно, человек Божий, да. И преподобный Серапион доплыл до Рима, и был у него там еще один эпизод, когда в Риме он стал спрашивать, а есть ли у вас здесь люди святой жизни, и ему сказали, что есть здесь некая затворница-дева. Он три дня стоял перед ее дверью, упрашивая его принять, потом она его все пропустила для духовной беседы, и он ее спросил, жива она или мертва. Дева отвечает, действительно, я верую, что истина умерла для мира, потому что никто из живущих не мог бы идти такой дорогой. Ну, даби убедить меня в том, что ты действительно умерла, выйди наружу и сделай то, что я сделаю, попросил ее Серапион. Ну, и дева там колебалась, он говорит, ну, хорошо, давай пойдем в церковь. И вот она выходит, они идут в церковь, и тут подвижник ей говорит, я узнаю, что действительно умерла и более не живешь, чтобы угождать людям, если ты снимешь с себя, подобно мне, всю одежду, и, следуя за мной, пересечешь город, неся ее на плечах. Ну, таким соповедением я введу в соблазн многих людей, и они будут вправе сказать, что я сошла с ума, или что у меня вселился бес, говорит ему затворница. А разве тебе важно, что о себе скажут, если ты мертва для них? Попросил мне чего-нибудь другого, говорит подвижница, и Серапион ей отвечает, видишь, ты еще не изгнала из себя тщеславие, поскольку считаешь себя более совершенной, чем прочие люди. Что же касается меня, то я могу сделать это совершенно спокойно и без малейшего стыда. И, собственно, вот так он и проследовал, сняв свой синдон, положив его на плечи и пересеча Рим, тот самый, самый первый Рим, вечный город и столицу мира. Вот так вот настолько ему было неважно, то, о чем он подумал, что о нем подумают. И действительно, вот это, пожалуй, такая тема для размышлений, что святые, они не всегда бывают удобны в общении. Вот приходит такой Серапион и начинает беспокоить. То греческий философ думает его смутить, а он не вписывается в рамки и ведет себя даже лучше, чем советует философия. То вот он продает себя в рабство, ну, не умный же поступок, а оказывается, что он был семечком, из которого все проросло и целый дом обратился ко Господу. То он приходит к той, которая мнит себя уже святой и мертвой, и вот тут дает и ей пищу для размышлений. И из нашего повествования он также вот так вот уходит нагишом с синдоном на плечах своим. И, в общем-то, мы даже не знаем, где он умер и что с ним стало после того, как заканчивается хроника, описывающая его житие, до разговора в Риме с этой вот неизвестной нам безымянной затворницей. А на сегодня все. Берегите себя, православные, и следуйте за святыми.